Подорожание запчастей заставило многих тщательнее считать расходы на ремонт и обслуживание. Конечно, есть ряд критически важных элементов двигателя, трансмиссии и ходовой, экономия на которых может выйти боком, но бывает ситуация, когда аналог есть. Что, например, делать, если вышел из строя каталитический нейтрализатор? Многие владельцы, особенно старых машин, не задумываясь, меняют его на пламегаситель, так как он дешевле. Но давайте разберемся, чего у такого решения больше, плюсов или минусов. И можно ли пройти обязательное ТО с пламегасителем? Средний срок службы современных катализаторов – 250 тысяч километров. Но на практике многие элементы выходят из строя гораздо раньше, и причин тому много. Это, прежде всего, плохое качество топлива, чаще всего с низким октановым числом, неисправности системы зажигания, механическое повреждение каталитического нейтрализатора, термические удары, например, резкое охлаждение, попадание в глубокую лужу во время дождя и ливня. В итоге снижается мощность, нарушается работа двигателя, а главное – частицы от разрушенного нейтрализатора могут попасть в цилиндры, и тогда мотору грозит, в лучшем случае, капремонт. Что же делать? Самое очевидное – поменять на новый катализатор. Но! Даже у бюджетной иномарки цена на него может доходить до 50 тысяч рублей. Дороговато. Впрочем, есть альтернативное решение. Возможно восстановление, то есть варивание в штатный катализатор универсального наполнителя, что может быть дешевле. При этом отремонтированный таким образом катализатор полностью заменяет штатный и выполняет его функции. Есть еще один дешевый способ, но сразу скажу, я его не рекомендую. Умельцы часто предлагают выбить поврежденные внутренности катализатора и поставить пламя-гаситель. По сути, кусок трубы с шума и вибропоглощающими элементами. В итоге чуть прибавится мощность и можно не беспокоиться о качестве топлива. Но эта процедура требует установки так называемых обманок – элементов, имитирующих правильные сигналы кислородных датчиков. Да и сами электронные мозги автомобиля придется перепрошивать. Здесь важно понимать, что любое вмешательство в заводские настройки, тем более непрофессиональное, чревато нарушением работы мотора. Кроме того, без катализатора вы не пройдете ТО, которое никто полностью не отменял. Ну а если все перечисленное для вас не аргумент, подумайте о тех, кто будет вдыхать нефильтрованные выхлопы вашего автомобиля. Ведь зачастую это будут ваши же близкие.